Приветствую вас, и думаю, что самым лучшим и единственным решением будет прямо сказать вашему коллеге о том, что вы знаете, что он взял ключи, что это видели другие коллеги, и спросить прямо, зачем он это сделал. Думаю, по-другому эту ситуацию не разрешить, и вот почему. Оставьте все как есть, зарекомендуйте себя как человека, который не умеет постоять за себя, защитить свои интересы и прочее. Обратитесь к начальнику и рекомендуйте себя как человека, который, опять-таки, самостоятельно справиться с проблемами не будет, и обращается сразу к высшестоящим листам, что, в общем-то, также не красит вас, по мнению коллег. И если вы прямо, открыто и смело выступите, желательно при всех коллеге с обращением, то это послужит проявлением, с одной стороны, вашей силы, потому что вы решили сам все сделать, с другой стороны, нежелание придавать этому не очень красивому поступку, а широкую глазку, то есть привлечение высшестоящих лиц. И это, во всех отношениях, такое поведение, такой выбор, это рекомендует вас с наилучшей стороны, в данном случае. То есть, с коллегой, вот с этим, конечно, отношения у вас будут не очень, но в этом виноват он сам. И можно понимать, что со всеми, со всеми хорошие отношения выстроить не получится. Но, это единственная возможность для вас поступить так, как нужно, так, как правильно. Так, чтобы и себя защитить, репутацию, свиньи и спорт, и покаженно с вами лучше не связываться. Вы не побоитесь выступить открыто. А коллега, наверное, считает, что вы не будете понимать бучу, бучу или сразу побежите к, скажем, начальнику. Это мнение о вас нужно разрушить и показать, что вы готовы себя защищать, не привлекая при этом начальника. И нормально, действительно, начальника привлекать не к чему, потому что это не вопрос трудовой дисциплины. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.